лечо на зиму быстрый понятный рецепт посмотрев это видео вы даже сможете закрытыми глазами приготовить такую закуску хоть с кабачками хоть с одним перцем отвечу как рассчитать количество сахара соли а также как сделать лечо максимально вкусным густым ну что добавить чтобы можно было спокойно хранить в квартире обо всем по порядку давайте скорее начнем сразу говорю помидоры для основы можно просто пропустить через мясорубку или измельчить блендером я же хочу все-таки убрать семена и шкурки лишь поэтому пользуюсь соковыжималкой а мне самая простая поэтому я немного заморочилась пропустила жмых дважды потом его еще отварила чтобы размягчить и пропустила через сито так как в нем осталось достаточно много мякоти в итоге у меня получилось 1 килограмм 800 граммов густого сока можно округлить до 2 кому интересно это количество у меня вышло из 2 килограммов 400 граммов томатов томатный сок либо перекрученные томаты ставим нагревать и параллельно можно подготовить остальные ингредиенты смотрите можно использовать только кабачки только сладкий перец либо кабачки в плюс перец у зрелых кабачков обязательно вырезаем мягкую середину если вы ее оставите она у вас развалится при варке молодые кабачки можно использовать целиком но у тех и других я все-таки снимаю верхнюю кожицу лично мое замечание лечат только с кабачками без перца получается не таким вкусным если его сравнивать с тем который мы все-таки добавляем перец главное из перца удалить семена и мягкие перегородки перца беру 900 граммов если будет только перец без кабачка то на 1 килограмм 800 граммов томатов необходимо 2 килограмма 700 граммов перца и ничего страшного если вы округлите эти цифры большую или меньшую сторону вы просто получите немного другой выход то есть больше или меньше баночек нарежем точно такими же кубиками как кабачки чтобы было удобно есть если лечат только с перцем можно нарезать и покрупнее я использую кстати соль иодированную элецкая главное всегда обращать внимание что написано в составе составе должно указано быть калий и 1 о 3 то есть этот йод не влияет никак на качество заготовки проверено безопасно можно пользоваться не надо бояться и так закипевший сок томатов добавляем 2 столовые ложки соли это 50 граммов и сахар в количестве 100 граммов я делаю так на килограмм овощей соль чайная ложка а сахара столовая все просто остальное сугубо по вкусу добавляю состоящий лавровый лист и по 1 4 чайной ложки перц черного горошком и душистый перец горошком столовая ложка щедрой горкой 50 граммов томат это нужно для того чтобы соус у нас получился более насыщенный не только по вкусу но и по цвету да если вас смущает целиком перец вы можете его изначально измельчить в порошок ну а лавровый лист легко потом убирается уникальность этого рецепта в том что при отсутствии томатов то есть помидоров вы можете использовать томатную пасту разведенную водой после закипания опускаем кабачки и уже можно ставить банки в духовку духовка холодная включаем 120 градусов банки предварительно помыть с содой ждем 20 минут когда кабачки в томате закипели их необходимо проварить 10 минут при этом убавляя нагрев параллельно ставим кипятить крышки для винтовых для крышек под ключ это время три минуты после оставляем их в кипятке когда банки растерилизуются спустя 20 минут оставляем их также в духовке потому что банки нам необходимо будут горячими через 10 минут кабачкам добавляем сладкий перец по желанию 4 столовые ложки растительного масла ничего у вас не испортится если вы масло не будете добавлять это лишь вкусовые предпочтения провариваем еще 20 минут помешивая периодически аккуратно измельчаем головку чеснока по весу она вышла на 50 граммов и по вкусу острый перец все это добавляем за 3 минуты до окончания варки в лечо уксус я добавляю всегда хотя и без него заготовка не портится таков к томатам достаточно кислоты я добавляю эссенцию 2 чайных ложки которую можно смело заменить на 16 чайных ложек 9 процентного уксуса это 80 миллилитров все что вы будете использовать для раскладывания лечо по банкам необходимо обдать кипятком раскладываем горячие лечо по горячим банкам и закатываем стерильными крышками доставая их из кипятка вышло ровно 7 банок объемом 500 миллилитров банки под ключ банки винтовые необходимо перевернуть так мы проверяем не только качество закрутки воздух в банку поступать не должен иначе консервация в любом случае испортится но и уменьшаем образование сверху конденсата если появится конденсат он может способствовать образованию плесени при хранении винтовые крышки закрывайте правильно поворачиваем крышки против часовой стрелки и когда увидим щелчок крышка села туго затягиваем ее по часовой стрелке перевернутом виде в банке оставляем под теплым одеялом до утра чтобы они полностью медленно остыли и потом можно хранить в квартире в темном прохладном месте смотрите также рецепты другой консервации подборка перед вами на экране удачных заготовок